Привет, я Стив Келли, старший пастор церкви Волна, Вирджиния Бич, штат Западная Вирджиния. Как всегда, хочу поблагодарить вас за то, что вы пригласили меня с этой программой в свою гостиную, номер отеля, домой или в какое-то другое место. Я уверен, что вам понравится сегодняшнее послание, и с церкви Волна мы проговорим сегодня слово в вашу жизнь. Готовьтесь, это слово изменит вашу жизнь. Вы удивитесь тому, как Божье Слово может помочь вам в повседневной жизни. Займите свои места. Здесь есть люди, которым около 20 лет. 20 или меньше, есть такие? Можете поднять руку, если вам 20, но не 21. Кому 20 лет или меньше? Одна девушка подняла руку, я знаю, что ей чуть-чуть за 20, все в порядке. Итак, кому из вас 20 лет или меньше? 20, я ищу вас. Хорошо. Кому из вас от 20 до 40 лет? Ого, как вас много-то, а? Значит, вам от 20 до 40. Кому из вас от 40 до 60? Вы можете поднять руку? Да, и такие люди у нас есть тоже. Кому из вас 60 или больше? Я хочу увидеть людей, которым 60 или больше. Поднимите, пожалуйста, руку, хочу вас увидеть. Держите руку поднятой. Если вам нужна помощь, пусть кто-то поможет вам поднять руку. Держите руку вверху. На самом деле, я делал исследование. Библия говорит, что Бог отвел человеку 70, а в лучшем случае 80 лет жизни. Библия утверждает, что Бог дал нам такой срок жизни на земле. Я размышлял об этом и подумал, неужели это действительно так? Так говорит Библия, а это надежный источник. Моей любимой бабушке сейчас 96 лет. У нее, видимо, исключительный случай. Думаю, Бог просто еще не готов ее забрать. Бог держит ее на планете Земля, потому что у нее нет чувства мира. Она очень шумная. Так вот, Библия говорит, что средний возраст человека 70-80 лет. Этот период можно разбить на четверти. 20 лет — это первая четверть. Я представил себе футбольный матч и Джерри Маклина, моего зятя. Те, кто бывал на футбольных матчах, знают, что четвертая четверть — самое захватывающее. Взять, к примеру, игру «Соколов» и «Патриотов». Когда развернулась борьба за суперкубок, четвертая четверть стала самой напряженной из всех, что я раньше видел. Казалось, что «Соколы» лидировали. Нет, «Патриоты» совершили потрясающий прорыв. Я привел этот случай как пример захватывающей четвертой четверти. Возможно, вы сейчас в первой или во второй, мне 54, в следующем месяце будет 55. Это значит, что я в третьей четверти. Согласно тому, что утверждает Библия, я нахожусь в третьей четверти. Я стал размышлять о том, что определяют для нас эти четверти. Какой у вас сейчас период? В своей первой четверти вы молоды и просто веселитесь. Вы еще почти ничего не смыслите в жизни. Но вам это и не нужно. Вы просто развлекаетесь и ищете, кем призывал вас быть Бог. Во второй четверти вы уже определились с направлением и своими намерениями. Вы уже будете многое понимать, захотите двигаться вперед к цели и поверите, что Бог призывал вас к чему-то. Третья четверть, по словам Наполеона Хилла, самый продуктивный возраст человека — около 50 лет. Я думаю, что именно в третьей четверти вы можете обрести какое-то чувство значимости. В последней четверти вы больше думаете о наследии. Итак, кто из вас сейчас в первой четверти? Кому из вас 20 или меньше? Кто из вас во второй четверти? Я вижу, что большинство людей во второй четверти. Кто из вас в третьей четверти? Я тоже поднимаю руку. Я размышлял о том, что для меня важно. Важно в любой период своей жизни поступать правильно. Тогда мы сможем повторить слова апостола Павла. Он находился в четвертой четверти своей жизни. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». Апостол пишет это Тимофею, говоря тем самым. «Я в своей четвертой четверти. Я готовлюсь пойти домой. Я собираюсь пойти к Господу. Я совершил добрый подвиг. Я завершил этот забег. Я совершил это течение и сохранил веру». Не знаю, как вы, но я хочу быть тем, кто сможет сказать в своей четвертой четверти, «Я завершил свой забег». Хочу быть уверен, что в любой период своей жизни я отдаю все Богу. Я размышлял и об этом, и о четвертой четверти. Но в какой бы период вы ни жили, вы либо образец для подражания, либо отрицательный пример. Вы либо образец, либо отрицательный пример. Очень важно, как вы завершите свой путь. Я вспоминал свою учебу в библейской школе в 83-м году. И всех тех, кто учился в библейской школе вместе со мной. Майк Хопкинс, ты не учился тогда вместе со мной? Наверное, нет. Со мной училось около 30 человек. Забавно, что только трое из этих 30 по сей день остались христианами и служат Богу. Поэтому я не хочу быть тем, кто хорошо прожил свою первую или вторую четверть. Хочу быть тем, кто хорошо прожил свою третью четверть. Хочу быть тем, кто достойно завершит свой путь во имя Иисуса. Поэтому мое послание весьма простое. Что нужно, чтобы дойти до конца? Я наблюдал за пасторами и лидерами, у которых сейчас четвертая четверть. Мне нравится разговаривать с ними и спрашивать, что бы вы сделали иначе, что бы повторили в своей жизни. На чем вы сделали акцент? Что казалось вам важным, но впоследствии вы осознали, что это не было так важно. Я приведу вам три мысли о том, что нужно, дабы дойти до конца. Кому-то интересно, что нужно, чтобы дойти до конца? Первое, нужно начать. Просто начать, двигаться и идти. Бог желает, чтобы мы шли. Неважно, в какой четверти вы находитесь, если вы хотите быть с кем-то и дойти до конца, то первое, что нужно сделать — двигаться, особенно если вы по-прежнему в своей первой четверти. Я скажу вам «двигайтесь». Я убежден, что проще жить с ошибкой, чем с сожалением. Если вы в первой четверти включаетесь в эту программу, учитесь тому, чему нужно учиться, чтобы обрести навыки. Найдите работу. У вас столько возможностей, но не сидите на одном месте. Недавно я был с группой старших подростков и молодежи. Я спросил их, чем занимаетесь? Ну, я ищу работу. А ты что делаешь? Ищу работу. А ты? А я тоже ищу работу. Я подумал, столько людей сегодня ищут работу. Я понимаю, это ваша первая четверть. Вы пытаетесь что-то осознать, что-то пробуете, вам не нравится, вы пробуете что-то еще и еще. Но вот что я вам скажу. Начните. Общайтесь с людьми, которые что-то делают и куда-то двигаются. Не тратьте время на ерунду. Не сидите целыми днями на пляже. Сидеть на пляже неплохо, но не будьте бездельником, который сидит на пляже, и все. У вас много возможностей. В первой четверти многие начинают ходить на свидания. Я даже слышал, как молодые люди говорили, «Не знаю, есть ли в этой церкви симпатичные девушки». Потому что слепые, вы никогда их не узнаете, пока о чем-то не спросите. Конечно, вы можете подойти к девушке и сказать, «Эй, я особенный, я божий человек». Пожалуйста, не делайте так. Если вы хотите пойти на свидание, можно просто сказать. Я тут подумал, может, сходим и попьем кофе. Ты пойдешь со мной? Просто задайте такой вопрос. И все девушки досказали на это «Аминь». Парни, вам просто нужно набраться храбрости, чтобы пригласить девушку куда-то сходить. Не узнаете, пока не спросите. Поэтому приобретайте навыки, заводите друзей. Если вы сейчас в первой четверти, начните читать Библию, начните молиться. Постройте молитвенное основание. Просто начните. Не поддавайтесь на ложь, что вся жизнь еще впереди, и всерьез относиться к Богу можно будет позже. Не живите как в отпуске. Слишком многие. Многие христиане живут под девизом «Когда-нибудь я это сделаю. Когда-нибудь я начну серьезные отношения с Богом. Когда-нибудь я начну ходить в церковь. Когда-нибудь дисциплинирую себя. Когда-нибудь стану более верным человеком». Нет, нет, друг мой. Если ты хочешь обрести то, что нужно, чтобы дойти до конца, тогда ты должен начать сейчас взяться за то, что лежит перед тобой, просто сделать это. Второй пункт — продолжать двигаться. Глубокая истина. Запишите это. Откажитесь от варианта «бросить». Услышали меня? Откажитесь от этого варианта. Мы живем в то время, когда бросить очень легко. Мы живем в культуре и обществе, девиз которых... «Если жизнь трудна, сойди с пути». «Если не нравится работа, брось ее». «Так ведь?» Я думаю, что порой Бог чему-то учит вас на работе. И вы никогда не научитесь тому, чему Он хочет вас научить, если не будете этому учиться. Скажем, вы бросили одну работу, но на второй работе столкнулись с той же проблемой, что и на первой работе. Потому что на этой работе Бог пытается научить вас тому же, что и на предыдущей. Но вы этому не научились, бросили эту работу и устроились на третью. Вот увидите, через какое-то время Бог снова попытается научить вас тому же, чему пытался научить на первой и второй работах, которые вы оставили. Научитесь взывать о помощи Господу. Некоторые поступают так в браке. Первая жена, вторая жена, третья жена. И людям не приходит в голову, что проблема в них. У них всегда виноват кто-то другой. Господь, это жена, которую ты мне дал. Продолжайте двигаться. Вот что я могу сказать. Просто откажитесь все бросить. Когда к вам приходит мысль все бросить, она уже несет в себе признак какого-то успеха. Если вам хочется все бросить, значит, вам удалось создать то, что можно бросить. Пока вы что-то не бросаете, у вас всегда есть роскошь бросить это. Я знаю, что звучит непросто, но я так размышляю. Я думаю про себя. У меня есть роскошь все бросить. Пока я ничего не бросаю, у меня есть роскошь это сделать. Поэтому просто скажу, вам нужно отказаться от варианта все бросить. Не бросайте дело на полпути. Моя мама бросала курить 7 лет. Я ловил ее, когда она курила сигарету на улице, и говорил, мама, «Ты опять куришь?» Она отвечала, «Ну, нет». Моя мама никогда не переставала бросить курить. Она никогда не отказывалась бросать. Она просто этого не делала. Она говорила, «Да, я опять курила, но я брошу, я откажусь от этого». Это заняло 7 лет. Она курила с самого раннего детства, вплоть до 60 с хвостиком. Она курила с утра до вечера. В ее руке всегда была сигарета. В последние 7 лет, до того, как она бросила, она не оставляла попыток это сделать. Она никогда не позволяла врагу обескуражить ее, и, наконец, обрела свободу от этой зависимости, от никотина, во имя Иисуса. «Откажитесь от варианта бросить». Она никогда не сдавалась во имя Иисуса. Запишите глубокую мысль. Нетерпение порождает то, что противостанет обетованиям Бога. Что я хочу сказать? Продолжайте двигаться и не будьте нетерпеливыми. Не торопитесь, не саботируйте. Не пытайтесь сбежать впереди паровоза во имя Иисуса. Вы спросите, «О чем ты?» Что ты имеешь в виду, говоря, «нетерпение порождает то, что противостанет обетованиям Бога?» Бог дал Аврааму обетование. «Я сделаю тебя отцом множества». Это обетование исполнилось примерно через 25 лет. На протяжении этих лет Авраам и его жена Сара составляли свой план. Мы знаем, что так сказал Бог, но он еще не начал действовать. Ему определенно нужно помочь. Кто из вас знает, что Богу не нужна наша помощь? По этой причине Сара сказала, «Авраам, иди к моей служанке». Авраам не сказал, «Нет, я муж одной жены». Он сказал, «Ага». Пошел, переспал со служанкой, и она родила сына. Но Бог сказал, «Нет, нет». Я сказал, от Сары родиться сыну. Всему виной их нетерпение. Сара тоже принимала в этом участие. Их нетерпение привело к рождению ребенка, который затем противостоял Божьим обетованиям. Мы видим это как на протяжении всей мировой истории, так и сегодня. Поэтому я вам просто говорю, продолжайте идти и будьте терпеливы во имя Иисуса. Если вам не терпится, все равно терпите. Знаю, что некоторые говорят так. «Я знаю, что призван проповедовать Евангелие. Я призван спасать мир. У меня нет времени идти в библейскую школу, нет времени начинать, нет времени учиться». Нет-нет, Иисус скоро грядет. Миру скоро придет конец. Меня призвал Бог. Я отвечаю, «Ага». Но ты ровным счетом ничего не делаешь. Если ты не можешь вести домашнюю группу, если ты не можешь собрать несколько людей и вести их, ты не умеешь быть лидером. Ты хочешь брать микрофон, хочешь изменить мир. Просто начни и продолжай двигаться. Пойми, что порой нетерпение порождает то, что противостанет тебе. Исава, помните, он хотел получить свое побыстрее. Чаще всего такие срывы происходят между 20 и 40 годами. Не хочу вас унизить, просто хочу сказать, что один из бичей вашего поколения — это нетерпение, желание мгновенно получить награду. Мы хотим сейчас, хотим быстро. Есть ли от этого лекарства? Нам нужно забыть о мгновенной награде. Исав продал свое первородство за тарелку супа. Есть люди, которые ставят одну ногу перед другой, и шаг за шагом продолжают идти во имя Иисуса. Ну и последний пункт. Не знаю, в какой вы сейчас четверти. Мне нравится моя третья четверть. У меня осталось шесть, точнее пять лет. Прежде чем я во мгновение ока перейду в четвертую четверть, в ней думают о наследстве. Вы уже уходите от чувства собственной значимости и переключаетесь на мысли о наследии. Мне кажется, что в четвертой четверти я уже буду мыслить иначе. Мне уже будет неважно, чем занимается Стив Келли. Мне будет все равно. Я слышал, как пасторы говорили, «Ты понимаешь, что твоя церковь известнее, чем ты?» Многие люди понятия не имеют, кто такой Стив Келли, однако наслышаны о церкви волна. Я отвечаю, для меня это самый чудесный комплимент. Я занимаюсь этим не ради своей славы и общественного признания. Я здесь, чтобы сделать церковь сильной во имя Иисуса. Меня спрашивают, «Вы этим обеспокоены?» Нет, именно это моя задача. Я не хочу создавать крупнейший лидерский колледж в Штатах, но я хочу, чтобы мы стали такими, какими нас задумал Бог во имя Иисуса. Я верю в это всем сердцем. Это мышление о наследии. И вот третий пункт. Готовы услышать? Нужно закончить. Павел написал, «Я завершил свой забег». Вы должны завершить забег. И всю мою четвертую четверть люди будут говорить следующее. Готовы? Давайте-ка поднажимем всю мою четвертую четверть. Люди будут говорить. Точно. Это не значит, что вы завершите путь безупречно. Возможно, ваша походка изменится, поскольку вы ходите с Богом, никогда не доверяете людям, которые не хромают. Понимаете меня? Покажите мне того, кто хромает и ходит с Богом, и я покажу вам того, кто прошел через трудности, и кому можно доверять. Мне нравится, когда молодые проповедники выходят и начинают учить о том, как воспитывать детей, хотя у самих детей нет. Когда у вас будут дети, тогда мы вас послушаем. Ладно, продолжим двигаться, слава Богу. Люди пишут о детях целые книги, хотя у них нет детей. Вам нужно обрести хоть какой-то опыт в этой сфере, прежде чем провозглашать себя экспертом. Итак, вам нужно завершить. В четвертой четверти вас ждут серьезные соблазны. И вот первый — расслабленность. Люди говорят, жизнь прекрасна. Они не думают, что нового я могу получить, что неизведанного приготовила мне жизнь. Главная опасность в этот период — думать, «Все хорошо, мне все нравится так, как есть». В любой период своей жизни люди склонны терять бдительность и расслабляться. Вы не сможете ехать на коротком хвосте того, что было в прошлом. Апостол Павел писал, «Забывая то, что было в прошлом, свои успехи и ошибки, я стремлюсь вперед к награде». Соблазн четвертый, а, впрочем, и любой четверти — расслабленность. Некое умиротворение, потому что в жизни все прекрасно. Еще один соблазн — простое ожидание. Я просто держусь. Это соблазн. Это легко, если у вас нет намерения завершить свой путь хорошо. Я не хочу быть тем, кто просто живет. Не хочу быть тем, кто просто держится. Я хочу быть уверен, что проживу на 100% и умру, завершив все дела во имя Иисуса. Еще один большой соблазн для каждого поколения, но особенно для людей в четвертой четверти — усталость. Библия говорит, не унывайте. Другими словами, не уставайте делать добро, потому что в свое время пожнете, если не ослабеете. Неважно, в какой четверти вы находитесь. Один из соблазнов — усталость. Знаете, я пробовал вести домашнюю группу, но меня это выматывало. Я пробовал трудиться вместе с творческой командой, но устал. Я думал, что у меня появится много друзей. Оказалось, что это очень нуждающиеся люди, и я очень устал от них. И вот что я вам скажу. Один из соблазнов любого периода — это усталость. Не уставайте делать добро, потому что иначе в свое время ничего не пожнете. Я думаю, что говорю к людям, которые знают об этом. Возможно, вы устаете на своей работе или в браке, а я скажу вам так — не уставайте в своем браке. Это не значит, что вы не будете утомляться во времена усталости. Это не значит, что у вас не будет моментов, когда захочется все разрушить, но не разрушайте свой брак. Привнесите в свой брак что-то новое. Прорывайтесь сквозь трудности. Не думайте про себя, что результат должен быть мгновенным. Прорывайтесь сквозь трудности. Разговаривайте о трудностях. Решайте проблемы во имя Иисуса. Не будьте тем, кто допускает утомление. И вот еще пункт — неумение перестраиваться. Вы не обращаете внимания на шаблонность своей жизни. Это настоящий соблазн для людей четвертой четверти. Будьте осторожны и не идеализируйте свое прошлое. О, в те времена церковь была настоящей церковью. Ах, в те времена у нас были пробуждения, и приходило облако славы. Вы помните те дни? Множество людей исцелилось и после тех крусейдов, иначе они уже были бы прахом. Да, это было здорово, прекрасно, но сегодня новый день, ныне новое поколение. Бог призвал нас достигать это поколение во имя Иисуса. Да, мы строим на основании вчерашнего дня, но не идеализируйте прошлое. Аминь. Я уже заканчиваю. Мое время на исходе. Когда вы рождаетесь, вы похожи на своих маму и папу. Когда вы умираете, вы похожи на свои решения. Когда вы рождаетесь, вы похожи на своих маму и папу. Когда вы умираете, вы похожи на свои решения. Вы приняли это слово. Воздайте Богу славу, если вы приняли это слово. Оно поможет вам. Аминь. Молюсь, чтобы это слово было в вашу жизнь сегодня. Вас удивит то, как Божье Слово действует в повседневной жизни. Сейчас хочу обратиться ко всем, кто слышал это послание. Сегодня я обращаюсь не к тем, кто просто находится в церкви, в здании. Я обращаюсь лично к вам, где бы вы не смотрели эту программу. Я хочу задать вам вопрос. Вы знаете Иисуса? Являетесь ли вы христианином? Переживали вы когда-нибудь личную встречу с Иисусом? Я хочу помолиться. Может, вы однажды уже молились этой молитвой, но вы знаете, что вы уже не живете для Бога так, как раньше. Тогда давайте помолимся вместе. Просто скажите, Господь Иисус, я прошу Тебя, приди в мою жизнь и прости мне мои грехи. Я принимаю Тебя как своего Господа и Спасителя во имя Иисуса. Аминь. Если вы помолились этой молитвой сегодня, может, в первый раз, а может, вы просто захотели снова посвятить свою жизнь Христу, я бы хотел, чтобы вы связались с нами. Вся необходимая информация находится на экране. Просто скажите нам, что вы помолились сегодня этой молитвой, напишите нам на почту stivkelly.tv. Если вы скажете нам, что приняли такое решение, я бы с огромной радостью отправил вам подарок совершенно бесплатно, просто чтобы поздравить вас с тем решением, которое вы сегодня приняли. Мы с радостью приглашаем вас в Церковь Волна в следующее воскресенье. Мы растущая церковь, любящая Бога, жизнь и людей. У нас есть несколько кампусов, расположенных по всему Хэмптону. Чтобы узнать о местонахождении кампусов и часах служения, заходите на наш сайт. Я бы хотел еще раз обратиться к вам и сказать о том, что у вас есть уникальная возможность стать частью нашего служения. Эта программа, транслирующаяся по телевидению, является одной из самых популярных христианских программ с самым высоким рейтингом в Хэмптоне. Я бы хотел поблагодарить вас за то, что вы смотрите нас каждую неделю и предложить вам стать нашим партнером. Я верю, что именно благодаря нашим верным нынешним партнерам и тем, кто к нам присоединится, мы сможем транслировать эту передачу на уровне страны и даже за ее пределами. Сейчас эту программу уже выпускают в России и на Ближнем Востоке. Если вы хотите посеять свои финансы, принести щедрую жертву, если хотите пожертвовать сейчас или присылать пожертвования еженедельно или ежемесячно, мы с радостью дадим вам всю необходимую для этого информацию на сайте, адрес которого вы видите на экране. Станьте нашим партнером и помогите нам распространять это меняющее жизни послание. Бог создал тебя не для того, чтобы ты просто занимал здесь место. Иисус был распят на кресте и воскрес из мертвых не для того, чтобы мы сдавались и просто выживали. Мы будем процветать во славу Иисуса Христа. Когда вы доверяете Богу, когда вы говорите, «Господь, я буду идти вперед, я не буду стоять на месте», вы получаете поддержку с небес. Небеса будут всегда рядом с вами.